МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Станиславович. Секунду. Конечно, конечно. Я только хотел узнать, как же вас зовут. По-настоящему. Зачем? Я же предупреждал, что не люблю, как отвечает вопросы на вопросы. А вот, получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если капитан еще на что-то надеется, он сошел с ума. Кончилось его весение. Пора домой. Продолжение следует... 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 Прости, милый, прости... Они исполнили... Они сегодня добивали своих раненых друзей... Продолжение следует... 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 Ай. 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 Мама! Куда тетя Лена? Да, Даша, или тростой. Проходите, и чего вы в дверях-то? А я маме новое письмо рисую. А мама мне написала? Написала, да? Нет, Даша. Пока еще нет. А почему? А потому что мама очень далеко. В командировке? Да, в командировке, и письма оттуда идут очень-очень долго. А ты давай собирайся, и поехали к нам с дядей Сережей гости. Ура, в гости! Третья. Третья. Доброе утро! Умоешься? Я полью. Как настроение? Спасибо тебе. Скажи Олле, чтобы построила людей. Олле, нет. Что значит нет? Лауре, никого нет. Все ушли. Лауре, я прошу тебя. Идти за ними бессмысленно. Они ушли еще до рассвета. Почему ты меня не разбудила? Лауре, я осталась с тобой. Мы же тоже уедем, правда? Конечно. Когда выполним задание. Собирайся. Вечером мы должны быть в Мурманске. Типа. Мурманске, мурманске, мурманске. Типа. 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 За Барюшку, за Андрея, земля им пухом и вечная память. Чего делать будем, Ленинград? Оперативные действуют по обстановке. Какая у нас обстановка, планов Таро никак не знали, так и не знаю. Но, добыть взрывчатку ему не удалось. Раз, людей кот наплакал. Два. Да и времени, считай, не осталось. Конвой он уже на пути к Мурманску дымит. Это три. Это его не остановит. Что, не отступится, да? Даже если останется один, пойдет до конца. До нового в одиночку пор никогда не взять. В одном мы точно сильнее нас с тобой, но терять нечего. А тут не поспоришь. Такой бед может наворотить, если их фарт слует. Извини, я пойду. Клад. Лень надо заехать, она там с Дашкой. Проведаю, а потом вообще надо сыпаться. Разъехали, значит. Не слышно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я тебя прошу, не надо обманывать, пожалуйста, Серёжа... Продолжение следует... 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 А, есть. А, есть. Да. Утки. Лейтенант, поторопимся. Товарищ майор, нам бы водички в зеродиату залить, а? Времени нет. В городе разберешься. Пропускай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не задерживаем, в кузов, товарищ полковник! Твою в душу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты, Лена? В порядке. А Даша? Тоже. Ну, все, овертюры закончены. Я лебедист так себе, поэтому давайте без лишних слов. Убедился? Да. Готов выполнять указания? Да. Когда конвой причаливает Мурманск? Суда швартуется завтра к полудню, возле северных причалов. Первым сухогруз Вирджиния дали остальные с интервалами в час. С каким грузом? С Аманалом? А мимо судов со взрывчаткой, еще два танка разгорючим. Они швартуются по своему расписанию, возле южных причалов. Контроль! Обычная охрана. А по всем причалам еще дополнительные отряды НКВД. Проход к судам закрыт с суши, с моря и с воздуха. С самого раннего утра НКВД будет патрулировать истребительные полки. На тебе с твоими полномочиями порта открыты? Нет, только подход к причалам. Завтра в 12 часов ждешь меня на перекрестке улицы Октябрьска и Горького. В грузовике только ты и 150 килограмм тротила. Доставишь меня в порт, дальше я тебя отпущу. Послушай. Все. Представление окончено из машины. Лен, все будет хорошо. Лен, все будет хорошо. Наелась? Да, спасибо. Осторожней. Не обожгись. Горячо. Красивая ты. Когда вырастешь, еще красивее будешь. Я не понимаю. Тетя Линда, а когда мы домой вернемся? Скоро, Даш, скоро. Потерпи. Ровно в десять часов. Он запрыгнул в полуторку. Вот тут. Аккуратно. На площади Ленина. Три часа почти прошло. А его нет. Крамник. Может, и перепутал. Александр Матвеевич, я уже не знаю, как вам по пятому разу все это докладывать. Как-как? С подробностями. Еще раз. Как он выглядел, этот сержант? Усище. Пилотка вот так, арбузом на затылок по-домашнему. Орден Красной Звезды. Александр Матвеевич, разрешите? Да, докладывай. Полуторка с номером Б-342 Ом приписана к Харловской бродбазе. Сегодня утром шла из Харловки за моржовым салом. Так, и? Водитель ефрейтора Олеференко исписан. В данный момент его местонахождение неизвестно. Сама машина утром заехала в Мурманск через четвертый восточный кордон. А без четверти одиннадцать покинула город. А Солей? Да. Майор Солей была в машине. Она предъявила удостоверение СМЕРШ. Торопилась. Лейтенант, начальник поста, опознал ее по фотографии. Ясно. Это все? Да. Спасибо, Шваборин. Есть. Так, значит, они у нас вот здесь. Никак нет, товарищ полковник. Еще ближе. Я утром от вашего имени все промежуточные посты обзвонил. Полуторка Б-342 Ом нигде дальше на дорогах не появлялась. О, Серега. А мы тут гадаем, куда этот наш Венинградец подевался. Беда, ребята. Лена, это шутерни. Ну, слава тебе, господи. Не беда, Серега. Не беда. А вот если б ты еще час-другой Зайца за ухи потягал бы, тогда это так, рабочая ситуация. Давай, проходи. Мы тут кое-чего по мере сил шуруем. Вот они здесь, в этом секторе. Полуторка отследили? Во полной. Совсем отборзел. Почти впритык к городу. Наоборот, умно. Если хочешь спрятаться, встань посередине улицы, прям под фонарем. Места тут гиблые, без дорог, сплошь болотище. А вот это что? Это охотничий домик. Гниет тут с 20-х, никому не нужен. Летом не найдешь, если тропа в болоте, не знаешь. Мы тут в 42-м банду Лешки Хмурого по округе гоняли. Помните, Александр Матвеевич? Все кружьем. Все, кто есть, уезжай по готовности. Ничего у вас не выйдет. Соборов никогда не пойдет на предательство. К сожалению, предательство Елена Владимировна стало обыденностью. Так показывает жизнь, мы все ежедневно кого-то предаем. Нужно всего лишь немного охладнокровия. Спокойно предать. Спокойно принять измену. А вы сможете? Смогу, смогу. Иди давай. Как сказал Макеавелли, жизнь принадлежит холодному маму. Дураки этого не понимают. Соборов далеко не глупый человек. Поэтому у нас все получится. Все получится. Тише, тише. Кот на крыше. Ой. А котята еще выше. Я здесь. Здесь, тетя Линда. Ага. Ты где? Тяда Лена! Что происходит? Мы с тетей Линдой играли в слепого кота. Тяда Ленда. С тетей Линдой. С тетей Линдой. Давай, мышка. Тихо, тихо, тихо. Она же всего лишь ребенок. Ты нарушила главное правило. Не сближаться с врагом. Ты прекрасно понимаешь, чего мне стоила эта ошибка. Лауре. Я не собираюсь их отпускать. Пуля или концлагерь для Собурова это не наказание. Он у меня будет страдать. А девочка? Утром мы должны быть налегке. Ты нужна мне в Мурманске. Не переживай. Я все решу до темна. Ужин на них не готовь. Двое шли. Мужчина и женщина. Часа два тому, не более. Это точно они. Однозначно. Вперед. Идем за мной след в след. Тихо. Малыш, дай мне ручки. Ничего не бойся. А я и не боюсь. Фу, ты молодец. Уходите быстро. Прямо сейчас. Дорогу найдешь? Да. А вы разве с нами не пойдете? Нет. Спасибо. Я это делаю не ради тебя. Выходите. Дай ему идти. Иди сюда. Один день с маленькой девочкой, и ты уже на другой стороне. Ну, как тут не поверить в обыденность измены, Елена Владимировна? Все хорошо. Не бойся. Все в порядке. Я прошу, дай ему идти. Хорошо. Один вопрос. А девушка, знаешь, что ты убила ее мать? Пожалуйста, дай ему идти. Это мы сейчас опять играем? Да, малыш, играем. А как же порт? Наш долг. Наша война. Но не такой ценой, Лауре. Ради чего? Лауре, мы остались здесь совсем одни. Мы вдвоем ничего не сможем сделать. Все бессмысленно. Я умоляю тебя, любовь моя, уйдем. Давай закончим эту войну. Давай закончим этот ад. Будем просто обыкновенными людьми. Я нарожаю тебе кучу детей, сколько захочешь. Пожалуйста, я умоляю тебя. Хорошо, пусть уходят. Что? Ты права. Все бессмысленно. Сейчас все бессмысленно. Пусть уходят. Ты не шутишь? Да плевать мне на этот порт. Что он даст? Да ничего это не даст. Я как будто с ума сошел. Спасибо, что помогла мне это понять. Спасибо. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Я люблю тебя. Это твой выбор. Я люблю тебя. Спасибо. 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 Обгарди! Плот звезоброй! Не отпускай! Лена! Лена! Платник! Тетя Линда, что с вами? Не понимаю, как, Иван Геннадьевич, но факт ушел, виноват. Опустим. Если завтра мы будем винить себя только за это, меня это вполне устроит. Итак, Тарни остался один. Да, похоже на то. Один, без сомнения. Эта женщина Линда была его последним бойцом, я уверена. Выводы? Мы имеем дело с фанатиком-профессионалом, который не считается ни с какими потерями и готов пойти на все, лишь бы дойти до конца. Следовательно, если бы передо мной стояла такая задача, я бы любыми способами им попал в порт. Пронести относительно небольшое количество взрывчатки и взорвать ее на одном из судов конвоя. С воздуха в порт ему не попасть. С моря тоже. Мы контролируем акваторию и берега залива. Да, пробраться под водой и закрепить мину на одном из судов в одиночку тоже невозможно, поэтому только с суши. Каким образом? Это мы не знаем. Ну что ж, будем ждать его в порту. Уже ждем. Далее! Бегом! Парш! Кто там? Кафтан госбезопасности Андреев Юрий Викторович. Откройте дверь, пожалуйста. Добрый вечер. Чем мог быть полезен, товарищ капитан? Бегом! Чем мог быть полезен, товарищ капитан, 付 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА